Продолжаем выпуск. Жители седьмого микрорайона Волгодонска накануне отметили День города. Его празднования в избирательных округах обычно проводят чуть раньше, чем общенародные гуляния. Чтобы одно не накладывалось на другое, у горожан была возможность отдохнуть и там, и там. В этот раз центром празднования дня рождения города стал стадион восьмой школы. Такие встречи в седьмом микрорайоне всегда проходят с какой-то особенной теплотой, в атмосфере большой семьи. Жители округа на самом деле любят свой город. И любовь эта начинается со своих подъездов, дворов и полисадников. Недаром микрорайон считается одним из самых благоустроенных и чистых. Когда я пришел сюда депутатом, да, была какая-то такая апатия среди большинства жителей микрорайона, что никто нам ничего не делает, перспектив никаких, мы окраина, никому мы не нужны. Очень сложно было бы переубедить людей в том, что действительно многое зависит от нас. Сложно было таких людей найти, но мы их нашли. И сегодня уже, да, действительно многие дома, это такие благоухадающие цветники, которые радуют глаз. Даже есть такое некое соревнование между домами. От апатии и безразличия жители седьмого округа пришли к осознанию своей ответственности. За каждый сквер, каждый подъезд, каждый метр родного микрорайона. И сегодня даже соревнуются между собой. Не первый год здесь проводится конкурс на лучший двор. Победители традиционно получают призы и подарки. Ведь главное – организовать, дать людям надежду, веру в завтрашний день и работать, много работать самому. Таковы принципы деятельности депутата Алексея Брежнева. Да, я действительно, я патриот своего микрорайона, я здесь вырос. И я считаю, что наш микрорайон один из лучших. Да, конечно, хочется еще лучше. Есть примеры там, где люди живут, еще лучше. Но мы тоже неплохо живем. И это во многом заслуга наших жителей. Мы постарались, мы сделали. Ну и я в том числе для того, чтобы в нашем микрорайоне было комфортнее, благоустроеннее. И это дальше будет продолжаться. Конечно, есть и проблемы в округе, но власти находят пути их решения. Тому пример восьмая школа. Капитальный ремонт затянулся из-за проблем с подрядчиком. Но выход нашли. И 1 сентября учащиеся седьмого микрорайона пойдут в родную школу. И это далеко не единственное достижение. Микрорайон развивается. Эти слова подтверждаются делами депутата Алексея Брежнева. Этот год был достаточно продуктивный для нашего микрорайона. Это и завершающийся ремонт восьмой школы, и детский сад Гусельки, и педиатрическое отделение детской больницы. Выполнены наконец-таки ремонт улицы Степной. И освещение было сделано в этом году. В планах на этот год освещение нашего микрорайона, внутриквартальное освещение. Это давняя моя мечта. И в рамках городской программы в этом году наш микрорайон тоже должен быть освещен до декабря. В таком микрорайоне и праздники справлять только в радость. В этот раз, помимо выступления творческих коллективов микрорайона, отметили юбиляров, представители молодежных движений, поздравили семьи, в которых на свет появились их новые члены. Особенно выделили домкомов. Алексей Брежнев всегда ставит интересы жителей микрорайона, в котором родился и вырос, на первое место. И всегда благодарит их, своих главных помощников, без которых добиться звания одного из самых лучших микрорайонов было бы просто невозможно. Виталий Никулин, Петр Авдеенко, Новости ВТВ.